Доброго всем дня, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик. Сегодня я бы вам хотел рассказать о грядущем обновлении в Кэтс, которое буквально вчера, наконец-таки, анонсировали разработчики. Они рассказали про пару нововведений, которые будут добавлены в игру. И на самом деле, по сравнению с предыдущими обновлениями, они просто мега крутые. Хотя, предыдущее обновление было всего лишь одно, и там добавили, ну, буквально пару, там, этих визуальных частей игры, там, например, как вот эта вот коронка добавляется, но судучок более плавно, вот эти вот частички от суперящиков, ну, в общем-то, ничего важного, что могло бы упростить там как-нибудь процесс игры и тому подобное, что-нибудь изменилось бы в самой игре. То есть только вот эта вот фигня, которая, ну, для меня вообще особо никакой роли не сыграла. Но вот эти нововведения, которые будут добавлены в следующем обновлении, они просто реально мега крутые, а особенно кастомизация котенка. Я так понимаю, у вас вот здесь сверху, ну, получается, вместе с разделами корпусов, оружий, колес и аксессуарчик у вас добавится еще один слот для одежды для вашего котенка. То есть справа вот от вашего корпуса, от вашей тачки будет стоять ваш котенок, на которого вы сможете одевать вот эти вот вещички, которые вот будут в пятом, получается, разделе, ну, вот этих вот всяких вещей. То есть я увидел там только пока что одну вещичку, это была шляпка Вихинга, то есть она уже точно будет, остального списка вещей как бы нет пока, что его еще разработчики не давали для всего еще обозрения. Вот, то есть пока что я знаю только про шляпку, и она точно будет, шляпка Викинга. Вот, то есть у вас появится, я так думаю, пятый раздел, где у вас будут вещички для вашего котенка. В общем-то эти вещички будут выпадать из обычных сундуков, так же, как и получается вот эти вот оружие, колеса, аксессуары, тулбоксы и корпуса. То есть все как обычно, просто будет вам выпадать из ящиков, и вы сможете наконец-таки, ну, одевать вашего крутого котенка. Но на самом деле по поводу того, что они будут выпадать из сундуков, я еще точно не уверен. Может быть, вам вещи будут даваться за то, что вы будете переходить там в новый этап, например, в чемпионате, либо за то, что вы там в лиге куда-нибудь продвигаетесь вперед. И точно пока что я еще, эта информация еще не уточнялась, то есть, ну, непонятно пока что откуда будут точно браться вещички. А дальше у нас идет то, что я хотел вам сказать, то что вот это нововведение, это реально, оно очень крутое. Многие мои друзья говорили то, что типа, ну, в этой игре не хватает именно этого. И вот разработчики наконец-таки решили что-то обновить и добавили, ну, просто вот нереально что-то крутое. Я считаю то, что именно кастомизация своего котенка, это реально просто офигенный шаг. И, ну, мне кажется тоже, что от этого реально количество игроков может увеличиться. Идем дальше. В общем-то, следующее нововведение, о котором они рассказали, так это, получается, сохранение вашей тачки. У вас вот здесь вот, получается, в правом нижнем углу появятся такие вот квадратики, на которых будет написано 1, 2, 3. То есть это будет, получается, что-то типа быстрых слотов. Вы, получается, сможете под первый слот, под второй, под третий создать свою собственную тачку. Например, для того, чтобы набивать рейтинг вот по методике, которую я вам показывал, у вас, например, вот такая тачка. Но для того, чтобы участвовать в чемпионате, вам по-быстрому там что-то нужно сделать. Вы взяли так быстренько, получается, нажали на 1, у вас, ну, стала ваша крутая тачка, которая как раз подходит под ваш чемпионат. А потом нажали на 2 и снова набиваете рейтинг и коронки для сундуков. Еще я считаю то, что вот эта вот фигнюшка, которую добавят с быстрыми слотами для тачек, очень жестко поможет вам, когда остается, например, до конца чемпионата буквально совсем чуток. И вы, например, двух парней, там, получается, у вас, ну, тоже в сети чувачки, они тоже дерутся. И, например, у вас не хватает для перехода там одной, считайте, медальки. Но вы, получается, ставите одну тачку, набиваете определенное количество медалек, потом быстренько меняете на другую, там, буквально когда 30 секунд осталось, набиваете еще медальки, и вы спокойно переходите в следующий этап. То есть я считаю то, что это нововведение не только, как бы, ну, упрощает игру, но еще вам очень сильно помогает так переходить этапы, когда остается там буквально несколько секунд до окончания чемпионата. То есть я считаю то, что это не только вам упростит игру. Но на самом деле на этом, наверное, все. Они больше ничего такого нам, ну, крутого не рассказывали. Может быть, еще какие-нибудь нововведения будут, связанные с визуальной частью игры. Просто тогда, когда было предыдущее обновление с визуальной частью игры, они ничего не анонсировали, как бы, ничего не говорили, просто рассказали потом, что добавили. Но здесь уже более такие крутые, как бы, обновления будут новые, ну, крутые нововведения, которые они, ну, добавят. И, в общем-то, они про это решили рассказать. И вот я вам тоже сегодня это все доложил. Может быть, кто-то уже про эту информацию знал. Я ее нашел в официальной группе по Кэтс. Там уже практически 10 тысяч человек. Ну, скорее всего, многие из вас все-таки знали эту информацию. Но кто не знал, кто подписан на мой канал, может быть, для кого-то эта информация была новой. В общем-то, я надеюсь, то, что вы поняли, что будет новое обновление. В основном, там, ну, ничего они толком еще не рассказали. Просто рассказали про два крутых нововведения. И больше практически ничего там не уточнялось. Это кастомизация своего котенка и вот эти вот быстрые слоты для тачки. Больше пока что ничего такого они не анонсировали. Ну, когда уже выйдет обновление, это примерно в течение недели, тогда уже вы узнаете, что там добавят. Там уже напишут полный список всяких нововведений и тому подобное. То есть тогда мы уже наконец-таки узнаем, что там уже изменили и тому подобное. Я, на самом деле, рад, что они решили все-таки что-то обновить в игре. Потому что уже многим она стала надоедать. Многим уже, ну, хочется что-нибудь новенького. И вот, наконец-таки, они решились на обновление. И, на самом деле, я очень сильно рад этому. И думаю то, что сейчас, ну, хотя бы немножечко аудитория начальной этой игры, ну, она более-менее восстановится. И будет, на самом деле, очень-очень круто. В общем-то, ребята, на этом ролик мой подходит к концу. Я вам уже про все, что можно, рассказал. Я надеюсь то, что вам ролик понравился. Вы не забудете поставить лайк, написать комментарий. Всем огромное спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока.